Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «В мире зоопарков». И сегодня у нас очередные новости. Сегодня новости все хорошие, потому что читаю ваши комментарии, и многие пишут спасибо за сегодняшний выпуск, все были хорошие новости. К сожалению, не всегда так получается, но сегодня вот как раз именно такой выпуск. В московском зоопарке продолжают переводить животных в летние вольеры. Вот наступила очередь капибар. Эти очень милые животные, такие обаяшки, конечно же, рады, что теперь они в своем большом зеленом летнем вольере. Посмотрите, какие они огромные. И сотрудники зоопарка постоянно наблюдают за состоянием их здоровья, взвешивают, проводят ветеринарные процедуры. Поэтому капибары здесь в отличной форме. В Абаканском зоопарке, теперь, это, напомню, друзья, Хакасия, теперь можно будет полюбоваться целыми тремя маленькими леопардиками. Причем, что удивительно, все три они черные. До этого их не показывали посетителям, пока они жили отдельно, хорошо окрепли. И вот сейчас их выставили на экспозицию. У них хорошие условия. И все посетители очень рады, что теперь можно полюбоваться на игры этих забавных красавчиков. В Ленинградском зоопарке живет вот такая вот интересная банда. Это сурикаты. Сурикаты очень интересные животные, очень подвижные, быстрые. Кстати, некоторые их держат даже дома. Но нельзя держать там, где есть маленькие дети, потому что сурикаты довольно-таки агрессивны. Если им что-то не понравится, могут и укусить. Еще их называют часовыми пустыни. Также, друзья, поступила интересная новость из Самарского зоопарка. Помните, в одной из наших программ я рассказывал, что там умер их любимец публики Лев Цезарь. И вот сотрудники зоопарка, администрация, конечно же, решили, что нужно искать нового льва. И лучше, конечно, львенка. Хотели купить, узнали, что такой есть приплод львов в Барнаульском зоопарке на Алтае. И вот туда они обратились с просьбой, чтобы им продали львенка. Однако, руководство Барнаульского зоопарка поступило иначе. Они решили подарить львенка своим самарским коллегам, но с одним условием, что те сохранят его имя. А зовут львенка Алтай. И вот таким образом они решили не просто, чтобы это условие было из прихоти, но потому, чтобы налаживать вот такие вот взаимоотношения между регионами и чтобы Алтай и там как бы своим таким звучным именем пропагандировал этот прославленный, очень интересный край. Кстати, друзья, не могу не вспомнить Алтая из крымского сафари-парка Тайган. Этот бедный тигренок, который оказался через какие-то вообще непонятные пути в Симферопольском зооуголке и потом трагически умер в молодом возрасте. Сейчас в парке Львов-Тайган соорудили, ну уже несколько лет назад, специальную беседку, и там в беседке поставили памятник тигренку Алтаю, навсегда увековечив его имя. Кстати, и Лев Цезарь тоже ведь был в Тайгане, я помню, вот 15-й год, это был как раз Цезарь тогда на пике, огромный, он в то время был самый большой лев в крымской саванне, дружил с первым вожаком, львом Лордом и тигрольвом Казимиром. Вот это троица, они так держались немножко особнячком, каждый такой очень интересный, характерный сам по себе. В Алуштинском аквариуме много очень разных интересных рыб, экзотических, и вот обратите внимание на эту удивительную рыбу, это морской петух. Здесь он чувствует себя в своей стихии, с удовольствием общается с соседями, и не зря его называют морской петух, не только за красоту, но и за задиристость. В Алуштинском аквариуме живет и грозная мурена, уж с этой рыбой вряд ли кто-то захочет мериться силами, сам ее вид уже до того устрашающий, что хочется держаться от нее подальше, а вот любоваться на ней со стороны очень даже интересно. А это мурена, гроза всех дайверов. Все ее очень уважают, потому что у нее очень мощные зубы, но еще древние римляне с ней разобрались, и начали употреблять ее в пищу. Но в нашем аквариуме мы ее бережем, сделали идеальные условия, и она растет как на дрожжах. Скоро будем пересадить в большее аквариум. Что ж, друзья, надеюсь, сегодняшний выпуск вам понравился. Всем мира и добра, и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok